здравствуйте дорогие друзья и подписчики с этого видео начинается цикл посвященный одной из популярных в мире аквариумистики и неприхотливых рыб данио и начнем мы с того что кратко и обобщенно познакомимся с этими рыбками виды данио данио относится к семейству карповых рыб из рода мелких лучеперах населяют водоемы юго-восточной азии успешно живут в аквариумах но далеко не все виды нас же интересуют самые популярные а главное хорошо приспособленные к жизни в замкнутой аквариумной экосистеме разновидности данио в целом все виды данио похожи между собой формой тела поведением характером и даже в кормлении не отличаются вкусовыми предпочтениями однако они различаются между собой размерами и самое главное цветовой гаммой и даже узором на своем маленьком тельце помимо этого аквариумисты вывели множество декоративных форм которые не встречаются в живом природе характер у этих рыб мирный они не способны к агрессии и откусыванию плавников при этом данио очень подвижны и это нужно учитывать при оформлении аквариума в котором будут жить эти рыбки данио стайные рыбки минимальная стайка должна составлять хотя бы из 6 особей обратите внимание на то что если рыбка не имеет своей стаи она не раскроет свою красоту и грациозность более того одиночество может привести гибели рыбки чаще всего данио плавают в верхних слоях воды то есть у поверхности про объемы аквариума мы еще поговорим но подбирая аквариум для данио в приоритете те которые имеют крышку или покровное стекло часто бывают случаи когда эти рыбки случайно выпрыгивают из аквариума достаточно неприхотливы показателям воды в пределах разумного но в идеале должна быть вода мягкой и слабо кислой из оборудования для содержания этих рыб понадобится компрессор так когда не уполучает кислород из воды обогреватель чтобы поддерживать наилучшую температуру среднем около 22 градусов и конечно фильтр на фильтр обращаю особое внимание подойдет и внутренний фильтр предназначенной для механической чистки однако напор воды должен быть направлен таким образом чтоб создавалось течение воды в мире аквариумистики в отношении рыбок данио настоящая путаница это связано с тем что ученые проводят различные анализы после которых оказывается что некоторые разборы совсем никакого отношения к разборам не имеют потому что являются данио а теперь давайте посмотрим какие же виды данио содержат в аквариумах и на тех данио которые совсем недавно считались разборами самые популярные это данио реррио и данио реррио альбинос пожалуй это первый из видов данио который появился в аквариумах любителей у этого вида есть и другие названия например дамский чулок брахиданио реррио рыба зебра и даже полосатый данио жемчужный данио хотя цветовых форм живой природе много и зависят цвета от региона происхождения в зоом магазинах и аквасалонах представлены гибридные формы похожие друг на друга данио галактика имеет и другие названия данио маргаритатус или микро разбора галактика на мой взгляд это самый красивый из видов данио интересна она не только цветом но и тем что было обнаружено совсем недавно в 2006 году леопардовый данио это разновидность данио реррио но в живой природе такая разновидность не встречается так как это результат скрещивания двух родственных видов золотой данио еще одна разновидность реррио данный вид является искусственно выведенной формой бенгальский данио рыба интересна своим оригинальным рисунком на теле гигантский данио название говорит само за себя этот данио самый крупный в своем виде и достигает размера до 10 сантиметров данио керри в отличие от гигантского данио достаточно мелкие взрослые особи достигают всего 4 сантиметра в длину и то только самки самцы мельче данио хопра иногда эту рыбку можно встретить под названием светящийся данио конечно он не светится в темноте но в аквариуме выглядит очень яркой синий данио имеет серебристо-голубой окрас не всегда выглядит таким ярким как на этом фото это очередная разновидность реррио данио пятнистый в отличие от своих собратьев самец и самка образуют пару на несколько брачных сезонов сохраняя при этом верность друг другу кстати говоря такой крайне редко встречается среди карповых рыб данио пантера еще один достаточно крупный представитель данио его размер около 8 сантиметров в редких случаях достигает 10 сантиметров пикантность этой рыбки не только в размере но и в необычном окрасе данио дангела или как его еще называют усатый данио имеет симпатичный окрас и длинные усы в живой природе могут вырасти до 13 сантиметров в аквариуме конечно меньше данио фиградей или дания йома не часто встречается в аквариумах любителей хотя так же неприхотливо как и другие рыбки этого вида на рынок попали совсем недавно в 2005 году карликовые данио размер взрослой рыбки полтора сантиметра раньше эта рыбка относилась группе разбор и называлась зеленая карликовая разбора однако в 2009 году были проведены исследования которые доказали что данный вид относится к данио изумрудные данио также относились к разборам и назывались микроразбора изумрудная или микроразбора эритромикрон с 2000 года после исследований были отнесены к данио данио хикари обрела популярность и стала аквариумной рыбкой только в 2002 году максимальный размер хикари 6 сантиметров данио тинвини часто ее можно встретить под другим названием например данио золотые колечки или пятнистые бирманские данио в аквариумах появились в 2003 году микроразбора рубисценз или красная карликовая разбора не удивляйтесь но это данио хоть и имеет название разбора изменение классификации произошло 2009 году после ряда исследований показавших близкое родство этого вида именно с данио данио скрытный название этого данио не связано с его поведением в аквариуме как многие считают просто ее долго не удавалось обнаружить при изучении региона обитания цейлонский данио иногда можно встретить название данио потирана в живой природе рыбки находятся под угрозой исчезновения но это не из-за аквариумистов благодаря простоте разведения все рыбы этого вида которые находятся в продаже выведены в аквариумах и фермах оранжевые данио или данио оранжево плавничный имеет небольшой размер до 4 сантиметров малобарский данио отличительной чертой от сородичей своего вида является округлое тельце можно сказать пузатая розовый данио название говорит само за себя розовый цвет этих данио достаточно тонкий тусклый но это не мешает им увеличивать свою популярность и становиться любимцами в аквариумах данио королевский назван в честь ее величества рамбани барни королевы сиама которая правила с 1925 по 1935 год данио ингле получила свое название от озера где обитает инле это пресноводное озеро на юге штата шан данио дракула страшное название получила за челюсти у самцов верхняя и нижняя челюсть имеет отростки похожие на зубы на нижнем ряде располагается пара удлиненных лыков но увидеть их невооруженным глазом невозможно данио джаэнтия неприхотлив содержание как и сородичи но встречается в аквариумах крайне редко название получила в честь горы джаэнтия где и была обнаружена впервые эта рыбка данио деварио сонхи окрас и рисунок на теле этой рыбки схож с микроразборой рубисценцем по этой причине в аквасалонах не редкий случай путаницы обе рыбки встречаются под одним названием данио гейтса до 2009 года относилась группе разбор и называлась бирмская золотая разбора неверное название встречается и сегодня названо в честь гордона гейтса благодаря которому и был открыт этот вид данио микроразбора куботай несмотря на название рыбки относятся группе данио что было доказано учеными также в 2009 году часто эту рыбку можно встретить под названием зеленая неоновая разбора друзья мои у меня на этом все если вы узнали в этом видео что-то новое для себя обязательно ставьте палец вверх а я на этом с вами прощаюсь всего вам доброго и до новых встреч в новых видео на канале пар пока пока а 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 ну а а а и а Продолжение следует...